Наркотические вещества способны крайне негативно повлиять на психику, здоровье и жизнь любого человека, но наиболее опасно их пагубное влияние на еще не окрепший, не сформировавшийся организм подростка. Чтобы этого не допустить, важно своевременно заметить и оказать помощь тому, кто может по незнанию ступить на скользкую дорожку. В администрации городского округа Щелково проблема обсуждается в рамках антинаркотической комиссии. На очередном заседании коснулись нескольких важных вопросов. Первый из них – это результаты социально-психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров среди школьников и студентов городского округа в 2021 и 2022 году. Данное тестирование проводится среди молодежи, начиная с 7 класса и позволяет выявить детей с нестандартным поведением, склонных к употреблению запрещенных веществ. Тестирование добровольное, а его результаты абсолютно конфиденциальны. Как следовало из доклада, в отчетном периоде проблемных подростков не выявили. Также говорили о деятельности учреждений социального обслуживания населения Московской области по оказанию психологической помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках первичной профилактики психоактивных веществ. В городском округе Щелково на сегодняшний день работает два таких учреждения. Это семейный центр помощи семье и детям доверия и Щелковский комплексный центр социального обслуживания населения. В рамках первичной профилактики употребления психоактивных веществ была оказана психологическая помощь 30 семьям. Были проведены индивидуальные занятия по здоровью, спередающей программе Ушаковой, созвездие здоровых, убежденных, сильных, а также профилактические беседы с несовершеннолетними в количестве 34 человек с целью профилактики и исключения риска появления пристрастий и зависимости от психоактивных веществ на фоне проблем в семье, учебе или трудностей взаимодействия со сверстниками. Немаловажным моментом введения подрастающим поколениям здорового образа жизни является, конечно же, занятие спортом. Только за 2022 год было проведено около 400 различных спортивных мероприятий среди молодежи, которые собрали более 17 тысяч участников. В завершении заседания антинаркотических комиссии собравшиеся проанализировали причины роста наркопреступлений на территории округа и меры для стабилизации ситуации. В первую очередь это проведение оперативно-профилактических операций и мероприятий сотрудниками органов внутренних дел. Так, в 2022 году на территории округа была пресечена деятельность одного наркопритона. Выявлено семь преступлений по сбыту наркотических средств, а также изъято более 65 килограмм наркотических психотропных веществ. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.